В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В муниципалитете проходит акция «Книги Донбассу». Мы знаем, какие сейчас события на Украине происходят и в каком состоянии там сейчас библиотечный фонд. Ежегодный весенний месячник благоустройства стартовал в Подмосковье. Не только гулять в парке, но еще все-таки приложить свои усилия к тому, чтобы он был чистым. Детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» отметил день рождения. Ежегодно 1 апреля отмечаем день рождения бассейна и обязательно ставим спектакль. Во многих городах России проводится акция «Книги Донбассу», которая приурочена к Международному дню детской книги. Присоединились к ней и активисты Ленинского отделения партии «Единая Россия». Их поддержали сотрудники библиотек, участники детских подростковых клубов, а также жители. Из разных уголков округа книги привезли в общественную приемную партии, где молодогвардейцы сортируют их по жанрам и назначению. Все мы знаем, что на Украине руководство изъяло из библиотек и школьных, в том числе библиотек, книги на русском языке. Поэтому сейчас это там очень востребовано и необходимо. Поэтому Ленинское отделение, естественно, присоединилось к этой акции. Основная масса – это книги для детей. Много художественной литературы подростки в Луганской и Донецкой народных республиках должны продолжать учебу. Для этого необходимо пополнить книжный фонд школ и библиотек учебниками на русском языке. Сегодня к вечеру у нас будет порядка 600 уже книг. Я надеюсь, что эта акция продлится и дальше, потому что мы знаем, какие сейчас события на Украине происходят и в каком состоянии там сейчас библиотечный фонд. Соответственно, мы будем продолжать и собирать книги дальше. К акции может присоединиться любой желающий. Книги ждут в общественной приемной партии «Единая Россия», которая расположена по адресу город Видная, улица Школьная, дом 17. В муниципалитете, как и по всему Подмосковью, стартовал месячник благоустройства. Первый в этом году субботник прошел в Тимоховском парке. Погода в день мероприятия была совсем не весенней, но это не помешало всем желающим сделать наш город чище. Вооружившись мешками для мусора, представители администрации округа и активные жители меньше чем за полчаса собрали массу бутылок, целлофана, пластиковых пакетов. Итог – десятки переполненных мешков. Мы приглашаем всех жителей принять участие и не оставаться в стороне, и благоустроить свою территорию, вычистить, не только гулять в парке, но еще все-таки приложить свои усилия к тому, чтобы он был чистым. Пополнить ряды неравнодушных жителей может, конечно, каждый. Субботники запланированы на апрель во всех уголках муниципалитета, а общий областной пройдет 16-го числа. Уважаемые жители, Управление МВД России по Ленинскому городскому округу просит вас оказать помощь в поиске очевидцев ДТП, произошедшего 31 декабря 2021 года около 7 часов 55 минут вблизи поселка Измайлово. Тогда водитель, управляя автомобилем марки Hyundai Accent, регистрационные знаки R391 OR 750 регион, в кузове серебристого цвета, двигаясь по проезжей части автодороги МКАД поселок Измайлово в сторону города Москвы, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения, переходящего проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в больницу, где впоследствии от полученных травм скончалась. Просьба всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить следственное управление УМВД России по Ленинскому городскому округу по телефонам дежурной части. 8-495-549-05-00, 8-495-541-57-22. 4 апреля прошел матч в рамках первого тура второго дивизиона футбольной национальной лиги между клубом «Металлург Видное» и молодежной командой «Воронежского факела». За игрой следила наша съемочная группа. Наталья Буслаева расскажет больше. Российский футбольный клуб из города Видно основан в 2020 году. В прошлом сезоне заявился для участия в первенстве профессиональной футбольной лиги. Сейчас команда находится на последнем месте второго дивизиона. В январе наши ребята провели два сбора в Абрау-Дюрсо и еще один в Видном. Менялись задачи, поменялся как бы вектор направления, поменялись задачи, скажем. Ну, надо исправлять ту ситуацию, в которую, скажем, клуб сейчас находится. В этом году состав команды практически полностью обновился. Ребята у нас много есть из Владикавказа, ребята есть, из Краснодара ребята. Поэтому здесь у нас ребята есть сплав опыта. Есть даже футболисты, которые выступали в чемпионатах Латвии, в чемпионатах Белоруссии. Ну, поэтому вот они являются, скажем, костяком команды. Домашние встречи клуб проводят на стадионе «Металлург». Именно здесь 4 апреля прошел матч в рамках первого тура второго дивизиона футбольной национальной лиги, в котором видновчане сыграли с молодежной командой «Воронежского факела». В первом тайме команды играли осторожно, забитых голов не было. Во втором Станислав Кретинин на 53-й минуте вывел факел вперед. А на 86-й гости удвоили преимущество. Хозяева поля ответили лишь голо Мустафаева в самом конце встречи. Ну, считаю, раз неудачный результат, значит, виноваты и футболисты, и тренеры. Игра сегодня нам не удалась. Мы, возможно, перегорели, возможно, что-то где-то недонастроились, потому что команда соперника считается молодежным составом. Но, тем не менее, несмотря на все сегодняшние моменты, мы проиграли, поэтому мы очень расстроены. И хотим перед болельщиками извиниться, сказать, что будем преть, играть гораздо настойчивее. После этого матча «Металлург Видное» набрал 7 очков и расположился на 8-м месте турнирной таблицы. Следующая игра состоится 11 апреля. Ведновчане встретятся на поле с футболистами из Калуги. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» отметил день рождения. Сотрудники учреждения в честь праздника подготовили небольшое театрализованное представление по мотивам сказки Самуила Маршака «Кошкин дом». Отмечать каждый день рождения новой театральной постановкой для детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» стало уже доброй традицией. В этом году видновскому «Дельфину» исполнилось 29 лет. Филиалу в развилке чуть меньше – 15. Ежегодно 1 апреля отмечаем день рождения бассейна и обязательно ставим спектакль, потому что спорт – это спорт, плавание, плавание. Но ведь говорят – культура и спорт. Вот из культуры у нас эти пьесы, которые мы ставим. На этот раз сотрудники «Дельфина» поставили небольшой спектакль по мотивам знаменитой сказки Самуила Маршака «Кошкин дом». Герои все те же, но с налетом современности. Соседи, пришедшие к Кошкину новоселье, на первый взгляд, приличные и весьма обеспеченные предприниматели. «Знакомьтесь, Петухов, друзья, банкир из Центробанка, его жена, как у меня, прелестная хозяйка». Фабулу также немного изменили. Теперь Кошка спасается не от пожара, а от рикетиров, которые подослал авторитет Хряк. Они требуют либо отдать им дом, либо заплатить кругленькую сумму. Главная героиня пытается занять денег у соседей, но, увы, везде получает отказ, теряет жилье и находит приют у бедных племянников. «Когда к человеку приходит беда, не все могут в этой жизни протянуть руку помощи. Нужно в этой жизни больше сделать добра. Тогда, я думаю, что мы будем все дружные, мы будем вместе и всегда сможем протянуть человеку, который попал в беду, руку помощи и не отказать ни в какой ситуации, как бы ни было нам трудно». В зрительном зале сотрудники и друзья Центра. Среди почетных гостей был замечен бывший воспитанник «Дельфина», а ныне мастер спорта по плаванию и серебряный призер Олимпиады в Токио Иван Гирев. «Спасибо. Это, так скажем, часть моей жизни. И как я не мог не прийти и не поздравить его с таким замечательным днем, не посмотреть на это замечательное представление и в который раз убедиться в том, что здесь работают такие великолепные, душевные, добрые люди. И реально дети, которые сюда приходят, они тоже заряжаются этим позитивом». Сейчас именитый пловец готовится к чемпионату и Кубку России по плаванию, на которой он отправится вместе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым в конце апреля. Ну а у юных воспитанников Центра «Дельфин» впереди третий этап Кубка Евгения Рылова, который пройдет 30 апреля в развилке. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова